МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вызов для дорожных служб, как в Сарове, проходит ямочный ремонт. Я исследователь. В нашем городе стартовал конкурс научных работ дошкольников. Золото в эстафете, пловцы спортивной школы и кар стали лучшими в области. Далее расскажем обо всем подробно. Практически каждую весну на дорогах города образуются ямы. Виной тому переходы температуры через ноль. Вода попадает в микротрещины в асфальте, замерзает, а потом тает. Такое происходит несколько раз в сутки, и дорожное полотно не может окончательно просохнуть и разрушается. В этом году из-за аномально теплой зимы ямы на дорогах стали появляться еще в феврале. Ямы на дорогах стали главной темой для обсуждения в среде автолюбителей. Теплая зима в этом году и частый переход температуры через ноль приводит к износу и разрушению асфальта. Конечно, ям больше на автомобильных дорогах в первую очередь, и там, где интенсивное транспортное движение, интенсивное грузовое движение, улица Садовая, Курчатова, Зернова, Розамасская, в общем, все большие магистральные улицы наблюдаются, подвержены наибольшему воздействию нагрузки автотранспорта, и там сильное разрушение. Ямы латает дорожно-эксплуатационное предприятие. В две смены рабочие борются с последствиями капризов погоды. Выбоины устраняют двумя способами – заделывая кирпичами и с помощью рециклера. С помощью рециклера, да, это технология, которая позволяет использовать элементы фрезерования холодного повторно использования асфальтобетонной смеси на период, пока не работает асфальтобетонный завод. А кирпичом – это работа по мощению выбоин кирпичом. Просто производится разборка асфальтобетонного покрытия, подготовка поверхности, укладка кирпича, стык-стык, чтобы ликвидировать выбоину. Укладка ям кирпичом требует больше времени, при этом дороги не перекрывают и возникают заторы. Но этот метод надежнее и долговечнее. Заделать яму асфальтобетонной смесью быстрее, но колеса проезжающих автомобилей ее быстро размоют, и выбоина возникнет на этом месте вновь. Так нельзя сказать, что полностью работа может быть здесь на этом участке выполнена, на любом, потому что, в принципе, вы, допустим, взять улицу Арзамаску и улицу Садовую, неоднократно туда люди возвращаются, и буквально из-за, опять же, налития большого воздействия транспорта и воды, и перепады температуры, эти ямы могут тут же вылетать вновь уложенная смесь. Поэтому неоднократно приходится возвращаться на одно и то же место. Специалисты подчеркивают, что все эти меры временные. При наступлении более благоприятных погодных условий ДЭП проведет полноценный ремонт ям на дороге города. Горожане могут сообщить о выбоинах через портал «Умный Саров» или непосредственно в ДГХ по телефону 977-54. На все обращения специалисты оперативно отреагируют. Екатерина Пенова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. Экологические проблемы, забота о братьях наших меньших, конструирование батискафа и наблюдение за погодой. В этом году на конкурс проектов «Я исследователь» юные саровчане представили 35 работ. Всего в муниципальном этапе приняли участие 40 ребят, которые изучали процессы живой и неживой природы, проводили творческие и технические исследования. Сколько воды тратит семья из четырех человек в год? Привычные для взрослых величины тонны и кубометры воспитанники 42-го детского сада Савелий Качалин и Матвей Ховрина заменили на КамАЗы. И сразу стало понятно, что это очень много и воду надо экономить. Больше всего воды вытратим на ночь и рот, поливание души. На конкурсе в естественном научном направлении ребята представили свое исследование на тему сбережения природных ресурсов. Савелий и Матвей высчитали, сколько тратится воды в день и как можно сократить ее потребление. Воду надо экономить, чтобы в запасной земле не стратились. В работе над проектом детям помогали родители и воспитатели. Вместе с друзьями мальчики сделали специальные буклеты о том, как экономно расходовать воду. Получилось полное погружение в тему. Когда стали готовиться к выступлению, к презентации, дети довольно-таки осознанно отвечают на вопросы, когда им задавали дополнительные вопросы, то есть они понимающие относятся к этому. В Сарове конкурс «Я исследователь» проводится в третий раз. Как отметили организаторы, с каждым годом растет количество участников и повышается качество проектов. Ребята поднимают в своих работах актуальные темы. Интерес у детей большой и у родителей, и у педагогов. Конечно, приветствуются те работы, которые выполняются по инициативе ребенка. То есть у ребенка возникает вопрос, и он с помощью взрослых пытается найти ответ на этот вопрос, и потом может представить выводы, к которым он пришел, и может рассказать, как он пришел к таким выводам. В этот раз ребята изобретали кормушки с датчиками для птиц, совершенствовали карту для определения маршрута, наблюдали за изменениями погоды. Пока одни представляли свои разработки, другие внимательно слушали. Очень радует, что ребята, которые являются слушателями, зрителями, тоже задают очень много вопросов. Иногда даже ставят в тупик членов жюри, нам даже нечего больше спросить. Очень серьезные такие глубокие вопросы. Всего в муниципальном этапе конкурса творческих проектов приняли участие 40 воспитанников из 12 детских садов. Они представили на суд жюри 35 работ. Победители городского конкурса станут участниками регионального этапа и получат возможность побороться за победу на всероссийском уровне. Елена Грискова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В России проходит «Масленичная неделя». Она продлится вплоть до 1 марта и завершится в нашем городе праздником «Гуляй, масленица» в ресторане «Прай». В программе выступления поп-фолк-группы «Ворожея», вокальной студии «Дивойс», театра студии «Отражение» и вокалистки Татьяны Маруниной. Начало в 18 часов. Для лиц старше 6 лет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию предложили провести в среду и сделать этот день выходным. Об этом сообщает издание РБК. Предварительно поправки в основной закон вынесут на голосование 22 апреля. В этот день россияне смогут проголосовать за или против изменений в Конституции с 8 утра до 8 часов вечера. Напомним, внести поправки в основной закон страны предложил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января. С 28 марта самозанятые при закупках товаров, работ или услуг смогут воспользоваться такими же льготными условиями, которые имеют малый и средний бизнес. Об этом со ссылкой на Федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства сообщает российская газета. Самозанятые смогут участвовать в закупках госкомпаний, получать льготные кредиты, а также рассчитывать на ряд других преференций. Всеми этими льготами можно пользоваться во время проведения эксперимента по уплате налога на профессиональный доход, то есть до 1 января 2029 года. Единый день сдачи ЕГЭ родителями перенесли на 5 марта. Как сообщили в Департаменте образования, такое решение приняли в правительстве региона. Сам формат остался неизменным. В следующий четверг мама и папа выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру сдачи госэкзамена. От рамки металлодетектора до получения результатов. В предыдущие годы родители писали ЕГЭ по русскому языку и математике. В этом году им предстоит проверить свои знания по истории. Ученики детской музыкальной школы имени Балакирева вернулись с победой с первого международного конкурса «Сеньорита гитара-2020». Всего в конкурсе приняли участие около 240 музыкантов из России и Беларуси. Они выступили в номинациях солисты, ансамбле и оркестры. Подробности далее. Международный конкурс «Сеньорита гитары» в Беларуси проводился впервые. В нем приняли участие солисты и творческие коллективы ближнего и дальнего зарубежья. Саров представляли воспитанники детской музыкальной школы имени Балакирева. Саровчане привезли домой сразу несколько призовых мест. В номинации соло Егор Дмитриев стал лауреатом третьей степени. По словам гитариста, в его возрастной группе конкуренция была серьезная. Все участники владели гитарой в совершенстве и выступили достойно. Молодой человек был уверен, что приедет домой без диплома. «Ожидал худшего вообще, потому что ошибки были. Но когда я вышел, все равно смешные чувства были. Но все равно радость была». В номинации ансамбль учащейся детской музыкальной школы имени Балакирева Полина Заслонова и Анастасия Спиряева стали дипломантами первой степени. На суджюри девочки представили две композиции «Милонга» и «У ворот в ворот». Их дуэт образовался шесть лет назад. За это время они сыграли десятки произведений. Каждый раз, выходя на сцену, они откладывают волнение в сторону. «Нужно представить перед собой задачу и просто выполнять ее. Не задумываться даже о каких-то волнениях. Промахи, вот это, о всем не надо задумываться. Просто играть. Как получится, так получится. Дипломом первой степени мы довольны, потому что у нас получилось сыграть все музыкальные задачи». Впереди юных артистов ждет немало конкурсов. В начале марта ребята отправятся в Дзержинск после «Вразамас», а завершат конкурсную программу этого учебного года в Москве. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Воспитанники спортивной школы «Икар» представили Саров на областных соревнованиях по плаванию в Балахне. Участники из девяти городов региона соревновались в заплывах на различных дистанциях. Об успехах саровчан расскажем в следующем репортаже. За плечами Анастасии Корнишиной множество наград. Девочка неоднократно становилась призером и победителем городских, областных и международных соревнований. На чемпионате в Балахне в своей возрастной категории Анастасия Корнишина стала победительницей на дистанции 100 метров комплексным плаванием. И установила новый личный рекорд. Я довольна своим результатом. Я буду наилучшее время стремиться показывать и побеждать. В чемпионате приняли участие более 300 спортсменов со всего региона. На дистанции 100 метров кролем на спине Павел Бородин стал вторым. Проплыть дистанцию ему было сложно. Его соперниками были сильнейшие пловцы области. Своим заплывом мальчик остался недоволен. Я могу поплыть лучше, но мне не хватило роста. Я слишком маленький. Соперники были выше меня. Также на соревнованиях в Балахне команда пловцов в составе Павла Бородина, Арины Детушевой, Ярослава Нетрусовой и Анастасии Корнишиной заняла первое место в эстафете на дистанции 50 метров вольным стилем. К эстафете ребята готовились усердно, оттачивали технику, чтобы на соревнованиях не подвести свою команду. Когда ты плывешь эстафету, очень сложно не подвести команду, но об этом мы очень часто думаем и в результате чего не подводим. На эстафете чаще всего мы улучшаем свои результаты, потому что мы понимаем, что если мы не проплывем настолько быстро, то мы можем подвести команду. Эти соревнования полезны тем, что это сплачивает нашу дружбу и тем, что мы получаем опыт и нам намного легче морально на следующих соревнованиях. Юные пловцы Икара на достигнутых результатах останавливаться не собираются. Они готовятся к новым соревнованиям, которые пройдут 17 марта в Дзержинске. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Детский футбольный клуб «Лиса» существует в городе уже около 20 лет. За это время его воспитанники не раз становились призерами и победителями различных соревнований. В этом сезоне «Лесята» принимают участие в открытом Кубке Саранска по мини-футболу и в первенстве Нижегородской области. Подробности далее. В клубе «Лиса» занимаются совсем еще маленькие ребята. Самым юным футболистом шесть. Самые старшие учатся в начальной школе. Кто-то из них пришел в секцию пару месяцев назад, а кто-то уже несколько лет буквально болеет футболом. Одними тренировками в ОБЦ ребята не ограничиваются. Устраивают товарищеские матчи с другими командами центра внешкольной работы и выезжают на различные турниры за пределы города. В открытом Кубке Саранска по мини-футболу среди детских команд подопечные Николай Дубенко занимают четвертую строчку турнирной таблицы. Мы никогда не добирались так высоко. Разве что в турнирах таких маленьких, где сначала до финала некоторые добирались, конечно. Но вот в таком большом первенстве до такого места еще никогда не добирались. Еще одни соревнования, в которых участвуют в этом сезоне «Лиса» – первенство Нижегородской области по футболу среди детских команд «Зона Арзамас». В этом турнире ребятам противостоят их земляки из команды «Дюз Шикар-2011». Одну игру воспитанники ЦВР им проиграли со счетом 2-1. Другую выиграли 5-0. Интересно играть, как они все делают, их тактика. Жизни без футбола не мыслят и девочки. Ксюша Захарова занимается в клубе «Лиса» уже два года. Больше всего ей нравится стоять на воротах или исполнять роль нападающего. Потому что там всякие приемы есть. Например, чеканец, забивать голову. Ребята отметили, что для победы на крупных турнирах им не хватает сплоченности. Все силы тренера и команды брошены на то, чтобы выработать тактику и поднять командный дух. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова